Утро доброе. Хочу зажечь свечку. Сегодня я подумаю такую тему, что мне не портолелась только Покомментировать. Текст песни я еще не комментировала, но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Умных людей везде хватает, но для красоты текста сочиняют все, что хотят. Все, что придет в голову. Лишь бы затуманить людям мозги. Отвлечь от действительности. Я на своем канале рассуждаю о вечности, рассуждаю о любви к Богу, о том, как Бог сотворил Вселенную. И как он спасает наши души. 20 октября этого года было 30 года, как не стало Мариной Поплавской. Она погибла в автокатастрофе. Кого винить? Не будем никого винить. Будем слушать песню. Ну, я не буду включать эту песню, я буду только комментировать текст, который посвятили... Дизель-шоу посвятил Марине. Она звучала... Когда дизель-шоу было 5 лет, она звучала... Память Марин. Выходит... Я же не помню имена. Господи, помимо... Ну, в общем, и говорят, что сегодня нам бы очень хотелось, чтобы она стояла с нами на этой сцене. Аллилуйя! Как свечка дарит! Но есть вещи, которые выше наших сил. Есть вещи, которые выше наших сил. И мы просто можем надеяться и верить в то, что сейчас она не конкретно здесь, а пролетает где-то над нами и всё это видит. То есть сидят люди в зале. И говорится такой текст. Она не конкретно здесь, но пролетает где-то над нами. Это не стадион, это закрытое помещение. И всё это видит. Понятно? Для красоты слов. Для красоты можно говорить, что попало. Лишь бы говорить, правильно? Все молчат. Никто не плачет, не смеется. Маринка, это для тебя. И звучит песня. Видишь, Маринка, прошел дождь и слез. Солнце улыбок сияет над нами. Ты, наблюдая за нами со звезд, в шутку, как раньше зовешь дураками. Ну, чтобы любить, нужно просто, говорил Иисус, не желать человеку того, чего сам себе не желаешь. То есть ты можешь себе представить такую вечность, что Маринка где-то на звездах, причем не на одной. Ну, вы понимаете, что звезда, это же не планета. Почему-то она должна быть на звезде. Да. Ты наблюдаешь за нами со звезд. Со звезд. То есть Марина находится на одной звезде, потом на другой звезде. Вот такая информация интересная. К вечности, правда? Класс. Шутку, как раньше, зовешь дураками. Ну, я бы уже не шутку назвала дураками за такие тексты. Ты нам сказала шутить, выступать. Кому-то она все-таки проговорила, понимаешь? И твой заказ, мама, мы выполняем. С кем-то Марина разговаривала, оказывается, ты понимаешь? С Богом они не говорят, а с Мариной не разговаривают. А написано, что не говорите спокойненько. Не вызывайте духов. Это грех, это зло. Это большое зло, говорить спокойненько. Надо говорить с Богом, надо молиться за человека. Ты не забудь нам рукой помахать. Пролетай над нами. Так пролетая ли со звезд? Извините. В общем, для красоты текста можно сочинять, что попало. Кто им благовествовал о вечности? Кто им говорил об Иисусе, который умирал за грехи и воскрес? Чтобы мы имели жизнь вечную. И написано, чтобы спасался дух, душа и тело. Ну, я, конечно, не могу сейчас никого упрекать, потому что священники проповедуют, что жизнь вечная после смерти. Хотя они от корнации не отказались, они так будут дальше проповедовать. Вот. Но, извините, сочинять можно, что хочешь. И это напрягает. Я читала сегодня Луки. Параллельная глава. Матфея, 24 глава. Конца света. И там говорится, будет у людей, будут... Они будут рассерены. Вот. И будет уныние. И будет недоумение. Понимаете? У меня сейчас недоумение. Понимаете? Как можно, не веря ни во что, что они говорят, просто говорить, понимаете? Для красоты слов. То она на звёздах, то она пролетает, то рукой помаши. Горе утраты стирает года. Где бы помолчали хоть об этом? Понимаешь? Но всё, что было, забыть невозможно. Думали вместе, мы будем всегда. Ночь разделила нас мглой придорожной. Не ночь разделила, а суббота. Это было начало субботы, шаббат. Это уже было утро. Хочется только тебе рассказать всё, что случилось за два года с вами. Чтобы ты слышала, будем кричать. Наблюдать со звёзд. Представляешь? Представляешь? Интересно. На разрыв голосами. Чтобы слышала. Будем кричать на разрыв голосами. Неужели вы думаете, что на звёздах вас услышат? Даже будете на разрыв кричать голосами. Без тебя мы объехали весь свет. Без тебя отмечаем мы пять лет. Без тебя о тебе сейчас поём. Это то, что нельзя передать словами. Мы с тобой в наших мыслях и мечтах. Мы с тобой на концертах в городах. Для тебя все букеты алых роз. Всё для тебя. Для тебя. За тебя каждый первый наш тост. Ты всегда будешь с нами. Да. А Анастердамус говорил, что в начале двадцать первого века будет новое учение. Да где ж это новое учение? Я хотела бы знать. Вот это, может, новое учение, да? Может, вот эти тексты, песни такое новое учение? Что человек умер и куда-то со звезды перелетает и наблюдает на нами. С какой звезды? Интересно. И что он наблюдает? Откуда эти заблуждения? Откуда эти сказочки? Что мы там встретимся? Главное, что у нас звезды изменить? Если мы на Солнце попадём, что с нас останется? Ну, хотя бы почитали бы Сент-Экзупери «Маленький принц», там вообще-то мальчик по планете ходил, не по звезде. И главное, что люди грамотные там в дизель-шоу. Наверное, все с высшим образованием. Знаете? Да. Время бежит. Год загона бенёт. Мы километры на счётчик мотаем. Чтоб не случилось, мы знаем о том. Там наверху ты на всех прикрываешь. Эти слова меня удивили очень сильно. Мне кажется, она не наверху вас прикрывает. Она прикрывала вот тут на земле вас. Вы не знаете? Что водитель остался жив благодаря ей. Что она крикнула выруливая. Вы этого не знаете? Вы это прекрасно знаете. Что она прикрывала вас и вы спасены. Что она взяла удар на себя. Что водитель хоть чуть-чуть притормозил и выруливал. Благодаря ей. Если бы она не сидела спереди. А что они ей рассказывали? Что я нечего было делать там сидеть спереди. Я всё время там не ездила. Понимаете? Хоть лжи не распространяете. Правда? Когда сестра возмущалась этой неправдой. Да. Так что вы поняли, где Марина прикрывала, а не наверху. А вы должны сами уже обращаться к Богу. Не надо ждать прикрытия. Не надо, чтобы за вас кто-то ходатайствовал. Сами побежите в церковь. Сами молитесь регулярно. Ветер потерь. Расставание и слёз. Дальше я не понимаю, что там такое интересное. Дождя тёплых воспоминаний сменит дождю. Ты просьбу Богу от нас передай. Береги Мариану. Так Марина, понимаете, она должна была сохранена здесь, на земле. Понимаете? Бог хотел бы, чтобы она здесь жила. Понимаете? Она уже потеряла тело своё. Понимаете? А вы говорите, ты просьбу Богу от нас передай. Береги Мариану. А может, надо было молиться вовремя всем? А вы сейчас хотите, чтобы она сама за себя просила, когда уже поздно, когда тела уже нету, когда тело уже в могиле. Молиться надо вовремя. Ну, я говорю о шаббате. Марианная смерть – это свидетельство, подтверждение слов. Что вечность наша на земле, и мы должны соблюдать весь закон. А один из законов – это суббор, шаббат. Ты прости, если было что не так. Ты прости, что одна там в небесах. Она не одна. И не в небесах. Душа – она с родными людьми. Её. Да. Ты прости за нелепые слова. Ну да, за это можно простить. И просить прощения. И за то, что пойдёшь, пойдём мы дальше сами. Куда вы пойдёте дальше сами? Интересно мне знать. Я горжусь, что играли мы с тобой. Я горжусь нашей общей судьбой. О какой судьбе идёт речь, не знаю. Я горжусь, что прошли мы путь с тобой, и что были мы с тобой не просто друзьями. А тем же мы не были, интересно. Знаешь, когда-то пройдёт много лет, и среди звёзд и красивых планет много лет. Мы станем звёздами над небесами. Ёлки-палки. Вот это новость. Что? Ну вообще, говорю, господи, помил. Такое впечатление, что люди в Средневековье, а это ещё раньше. Они станут звёздами над небесами. И надо рассказать учёным, откуда звёзды берутся. А то они ещё не знают, как они происходят. Ну, звёзды не догадываются. А может, они планетами станут, интересно. Потому что учёные не могут понять, как планеты образовались. Да. И дальше, сами сорвавшись с большой высоты, эй, сами сорвавшись с большой высоты, будем людей исполнять мои мечты. Понимаешь? Ангелочками они будут. Будут мечты выполнять. И, конечно, ты с нами. Да. Хорошая вера в людей, слава Богу. Вот и всё, что успели рассказать, как всегда, тебя будет не хватать. И спасибо ещё раз за любовь. Это то, что нельзя описать словами. Будем жить и смешить людей всегда. Полетим снова в страны, города. Мы тебе всё расскажем. И не раз ты нам дай только знак, пролетай над нами. Ты всегда будешь с нами. Ну, извините. Вот такой текст песни. Красиво, конечно. Верить в сказочки. Всё, конечно, намного банально. Надо устраивать вечность. На земле. Не знаю, сколько у вас хватит. У вас уже тексты какие-то странные. Что дальше будет? Я думаю, что с юмором нужно быть осторожным. Потому что Бог не хочет греха на земле. Будьте благословлены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok